Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. О, все диски появились, которые тут у меня, вот видите один диск, один диск, да, или его не видно? Второй, третий, однако здравствуйте, однако здравствуйте, ну что, начнем наш карнаваль. Арнаваль. Та, та... Та, та, та... Так, так, так... Я люблю возвращаться к ранее изложенному материалу Появляются новые мысли По-новому на все это можно взглянуть А где ж тут было, где ж тут было, где ж тут было, где ж тут было Ага, скорее всего, вот это письмо Надо ж еще ж найти, надо ж еще ж найти все А вы пока послушайте песенку мою исполнение Значит, по поводу вот этого последнего 40-дневного голода Кое-какие мысли, кое-какие там наметки и так далее Значит, вот последнее письмо Ценю каждое слово в общении с вами и вашей книги Мне очень помогает Особенно критические замечания Самому себе объективно быть трудно Очень прошу, будьте правильны Это будет правильно Даже не разбирал, что вы потратите сколько времени Детально разберете мои ошибки Я могу разобрать, если так уж это самое Захочется и практически всю жизнь Сами знаете, очень нелегкий период Трудно не сорваться, но я стараюсь Что я хочу найти? Я хочу найти, что здесь было написано Я просто запомнил, запомнил, но где же это найти? Как ваше мнение? Как ваше мнение? Это то, что Несмотря на то, что 40 суток было от голода Но И вроде бы появилось чувство голода Так, знаете, это Но тем не менее При клизмении выходила вот эта вот Разного рода там муть Вот Надо дождаться сильного чувства голода На вскидку считайте Сколько это Так, где-то, где-то это было Где-то это было Но Что я хочу сказать? Я хочу сказать Вот Особо никто не анализировал опыт Поля Брега Я постарался, ну, более-менее Проанализировать его опыт Не все получалось сразу Там не было у Поля Брега и законченного голодания Чтобы до конца Голодания, как правило, были Ну, там По неделе, две, там Три недельки, там Прерваны И вот Что важно там Особенно отметить И я на себе убедился То, что Заодно голодание, как бы сказать Вот идет Своебразное Подтягивание Шлаков Из Клеточного пространства Из межклеточного пространства Из всего, что вы накопили А именно там Лекарства Тара-та-та-та-та-та-та Все, что там Лечили Все это По вашим Жидким средам Растеклось И особенно Это Где? Межклеточная жидкость Ну, внутри клеток Вообще-то Должна быть Постоянная среда Вот где-то там Все это Растекается И Вот такие вот Вещи Знаете Как бы Отдаленные Вот почему Допустим Савелов Дерябин При лечении Туберкулеза Поправился То есть Он принимал Вот эти вот Таблетки Как он говорит Горстями Его разнесло До таких размеров Что он перестал Влазить В Двери Это говорит о том Что Настолько Концентрация Вот этих вот Лекарственных Веществ Увеличивается В организме И в первую очередь Она увеличивается В Межклеточной Жидкости Потому что В клетке Своё держат Они туда Особо не пускают Если они туда Пустят Они умрут Кров Она тоже Свои константы Держит Она сразу же Выбрасывает Всё Вот в это Вот Либо через почки Пытается очиститься Через печень Либо же Всё это Сбрасывается Опять-таки Куда? В Межклеточную Жидкость И вот там А там тоже Должна быть Определённая Концентрация Всех этих Веществ И вот представляете Именно там Возрастает Количество Воды Которое Должно Растворить Эти все Шлаки Эти все Лекарства Для того Чтобы Можно было Осуществлять Жизненные Процессы В организме И поэтому Человек Вот такой Как только Это всё Сбрасывается Значит Всё уходит Так вот Смотрите Мы Анализируем Нашего Героя Сорокосуточного Голодания Дальше Вот я Начну Вот для полноты Картины Он начал Когда-то В 80-х Я серьёзно Занимался Бодибилдом В 70-х Я серьёзно Занимался Тяжелоатлетикой Я принимал Анаболики Это Это нормальная Была практика Тогда И при этом Я хочу сказать Все принимали Анаболики Но мастерами спорта А тем более Чемпионами Становились единицы Не в анаболиках Дело А дело Совершенно в ином В твоём Настрое В твоём В твоей решимости Заниматься В твоей самоотдаче А не то же Ты наелся И думаешь Вот Вот это вот Большое заблуждение Я сразу же прошу Это сама Учесть Итак Занимался Бодибилдом Значит Были Анаболики Выступал На Всесоюзных Соревнованиях Естественно Чтобы на таких Соревнованиях Выступить Это препараты Применяются Значит У меня Приседание Со штангой Позвонки Деформировались Что я теперь Хочу сказать То что Вот эти Вот лекарственные Вещества В том числе Анаболики Которые В виде Осколков Оседают По всему Организму Во время Голодания Очень быстро Выводятся То есть Если вы хотите Очистить Организм Свой От Анаболиков От разного Рода Других Веществ Которые Вы Принимали Прекрасно На голоде Некоторые Вещества Выводятся В тысячу Раз Быстрее Представляете В тысячу Раз Конечно Не все Есть такие Вещества Как А теперь Возвращаемся К полю Брегу Если же Применялись Такие Лекарства Которые Содержат В своем Составе Компоненты Ртути Это тяжелый Металл Его вывести Очень трудно И поэтому Когда вы Начитали Интересовались То Прошло Огромное Количество Времени Для того Чтобы организм Смог Вот этот Тяжелый Металл Собрать Где он Его собирает Со всего Организма Собрать В печень И Выбросить Из печени В виде Из печени В виде Вот этой Вот Жижи Черная Черного Цвета Вот это Вот То есть Вот как Лекарства Еще Действуют Так что Вы Это самое Можете Очистить Свой Организм От Анаболиков От Разного Рода Лекарств Ну Вообще Вот От Того Что Что-то Принимали В том числе И от Наркотиков Очень быстро И без Ломок Выходит Ну По крайней мере Я Вот Вот это Не принимал Но Тем не менее Люди Которые Принимали Они говорили Голодали Все нормально Выходит Следуя теории Следуя логике И если верить Этим Людям Которые Вот это Говорили Можно Избавиться От Наркомании Не надо Ничего Туда Вводить Что-то Нейтрализовать И так далее То есть Мы Вместо Одного Наводняем Организм Совсем Другими И А вот Что Касается Третьего Четвертого Позвонка Слились В едином Неправильном Изгибе Ну Тут Конечно Сейчас Это трудно Что-либо Сделать Что-либо Сделать Ну Вот Гравитационная Гимнастика И в том числе Вот Ну Вот Это Упражнение Которое Делал Она Отлично Раздвигает И ставит На место Позвонки Увидите Я его Вставлю Сюда Далее Значит Фракционного Голодания Поправить Позвоночник Нет Там Именно Если Просто Какой-то Блок Был Зажим Вот Этот Воплёточке У вас Что-то Тут Мышцы Которые Держат Позвонок Статически Они У вас Спазмированы Вот Это Хорошо Расслабляет И нормально Но Что-то Такого Действовать Нет Я считаю Что Голодание Практически Завершено Да Можно Так Сознать Оно Было Практически Завершено За Исключением Некоторых Нюансов Чтобы Вообще Полностью Было Завершено Вы Смотрите Еще Помимо Того Что На Язык На Чувство Голода Что С вас Выходит То Основной Показатель Завершенное Это Голодание Или Незавершенное Это Голодание Это Будет Выход Вместе С клизмой И вот Что Вышло Если Просто Вода Выходит Чистенькая Вода Кстати Как Иисус Христос Говорил Я же Тоже Видите С различных Источников Все Это Брал 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 И вот У меня В голове Вот эти Пазлы Слаживались Слаживались То есть Чтоб Водичка Стала Чистенькая Он Вернее Лекари 2000 лет Назад Уже На это Обратили Внимание Именно На это А не на то Что там Чувство Голода Язык Очистится То есть Вот этот Показатель Если еще Там 45 50 Сутки 60 Но если Вы отважитесь На такое Длительное Голодание Вы Видите Что из вас Еще Выходит Какая-то Знаете Какая-то Бахрома Черная Там Это Говорит о том Что идет Процесс Как раз За Вот этот Период Длительного Голодания Создались Условия Которые Убили Допустим Опухоль Убили Что-то Вредное Это Отмерло И начало Разлагаясь Выходить То есть Для того Чтобы Убить Что-то Внутри Себя Тех же Паразитов А противопаразитарку Применяйте При голодании Кто-то Там Спрашивает Да Голод Сам Всех Там Покосит Как Это Самое Просто Определенное Время Надо Подождать То есть Создаются Условия Сначала Условия Создаются А потом Только Хоп И клубок Глисту Выходить Создаются Условия Допустим У вас Какая-то Там Грубо говоря Полипа Или еще Там Какая-то Там Доброкачественная Или еще Какая-то Опухоль Создаются Условия Которые Ее Уничтожают Уничтожив Это Начинает Отмирать Это Процесс Это Время После того Как Она Отмерла Она Начинает Отторгаться И Этот Весь Процесс Вы Видите Путем Применения Очистительных Клизм На голове И вот Пока Пока Вот это Все У вас Не выйдет Не обольщайте Себя Что Вы Сделали Законченное Голодание Вот Не надо Обольщать Себя Вот Это Все Вышло Вот Тогда Вы можете Поблагодарить Себя Ай Да Я Молодец Вот Это Я Дал То Есть Очистил Организм От Разного Рода Скверны Ну тут Ничего Такого Нету Потому что Не сначала Все это Дело Было Следите За снами Что вам Во снах Будут Показывать Какие Процессы Происходят Что там Такое То есть Сны На голоде Это Огромная Вещь Вот Я вам Именно Сказал Что Было Практически Завершенным Чтобы Оно Было Полностью Практически Завершенным Вы Делаете Клизму Сегодня Она Чистая И вы Еще Голодаете Завтра Делаете Клизму И видите Она Чистая Все Вот Это Завершенное И вы Тогда Начинаете Начинаете Значит Кушать Здесь Чувствуется Что Человек По своим Чертам Характера Он Ну Не экстремал А он И не фанатик Но что-то Близкое Такое То есть Он Вот Если Начал Заниматься Значит Допустим Бодибильдингом Ну я по себе Знаю Тяжелой Он Значит Занимается Досягает Каких-то Результатов Все Там Грубо говоря Плет Вот Это Самое Потом Вот Понимает Что Толку Никакого Что Тут Можно Грубо говоря Сломать Своей Позвоночник И А Жить То Дальше Хочется И Начинаются Следующие Уже Этапы Оздоровления Ага Узнал Вегетарианство Это Хорошо Ох Строго Вегетариарить Узнал Потом Что Сыроедение Еще Лучше Начал Сыроедить Чувствую Что Не так Получается То есть Перегибает Палку Те процессы Которые Там Он Нормализовал Они Начинают Сдвигаться Надо бы Их Вовремя Остановить В другую Сторону И возникают Заболевания Которых Человек И не подозревал И он Он Думал Что Что Так И Тоже Это Забросил Вот Так Примерно Это Работает Что Еще Хотел Сказать Дело В том Что Голодание Это Огромное Поле По Работе Над Своим Собственным Организмом Вот Смотрите Вот Интересно Такая Вода Вот Она Называется Вот Псыш Вода Я Особо Рекламой Никогда Не Занимаюсь Но Я Хочу Вам Рассказать О Действительно Хороших Вещах Которые Вы Можете Использовать Вот Я Водичку Натощак Выпиваю Какую-то Газированную И у меня Сразу В желудке Плоть до Того Что Возникает Рвотный Рефлекс Вот Это Вот Вода Вот Это Вот Вода Я Ее Выпиваю Вот И жена Выпила Ну Уже Там Не так Да Написано Что Активатор Жизненной Энергии Ну это ладно Мы там Проверим Активатор Не активатор Но По крайней мере По крайней мере Очень приятно Пьется Никаких Никаких Последствий Каких-то Со стороны Желудка Лично У меня Не возникает И вот Что я хочу Сказать Что я хочу Сказать Вот Когда Вы Применяете Такой Длительный Голод Вы Можете Использовать Ну Допустим Не то что Там Такую Воду А вы Можете Использовать Талу Воду То есть Вы берете Водичку Чистую Водичку Вы Ее Замораживаете Вот В виде В виде Вот такой Бутылки Льда Опа Поставили Поставили И в течение Дня Голода Вы Ее Вот Она Немножечко Оттаяла Вы Ее Раз И выпили Еще Немножечко Оттаяла Раз Вы Ее Выпили И в результате Что вы Можете Сделать Вы Можете Помимо Голод Великолепно Работает Но Вы Уже Где-то Дни За 20 Голодания Вы Можете Прекрасно Очистить Свою Сердечно Сосудистую Систему Вы Можете Растворить Разного Рода Соли Камушки В Почках В очевом Пузыре В печени В желчном Пузыре То есть Она Прекрасно Промывает Не обязательно Вот эта Вода Не обязательно Вот эта Вода Но Вот Именно Талая Чтоб Она Была Вот Это Талая А так Подбираете Себе В любом Случае Подбираете Себе Воду Такую Которая Прекрасно Пьется Мне как раз Человек Который Посоветовал Вот эту Воду Дал Пить И я Теперь Регулярно Начинаю Пить Он Говорит У меня Отец Родился И жил В высокогорном Селении Вода Была Очень Чистая Не содержала Там Йода Или еще Каких-то Солей Скорее Не содержала Что у них У всего этого Поселка К 40 Годам Зубы Портились Сейчас я на время Убрал Свежие Соки Считаю Что Свежие Соки Свежие Соки Вы Свежевыжатые Соки Лучше Всего Разведенные Пополам Примерно Там С водой Которую Которую Вы считаете Вот так Лучше Всего И при этом Старайтесь Использовать На выходе Из голода Не фруктовые Соки А Свежевыжатые Значит Овощные Соки Ну какие-то Ну вот В основном Морковные Далее Там В зависимости От переносимости Морковно Свекольный Сок Потом Там Грубо говоря Можно Использовать И морковно Этот самый Капустный Сок Тут Одна Особенность Если Вы будете Употреблять Вот Больше Сладкие Соки Фруктовые Соки То Что Получается В фруктах Содержится Мягкая Клетчатка Вот Ее-то Нам Надо Именно Она Держит Воду Если Мы Игнорируем Это Выбрасываем Эту Клетчатку Употребляем Только Сок Пускай Он Даже Свежевыжатый То Тем Самым Мы Способствуем Тому Что Начинаем Подсушивать Свой Организм Оказывается Сладкое Сушит Организм Наш В Организме Вода Держится Именно За счет Вот Этих Вот Вот Этой Мягкой Клетчатки Которая Имеется Ну Во фруктах И овощах Мягенькая Клетчатка Ну Опять Таки Исходя Из своего Собственного Опыта Вы можете Выходить На Там Допустим На На Фруктах Но При этом Понимать Если у вас С эмалью Все там Нормально Некоторые Говорят Через трубочку Пить Нет В любом Случа Она там Если у вас Слабая эмаль В любом Случа Вы нанесете Вред Своему Организму Исходя Из самого Собственного Опыта Предыдущего Вы должны Уже знать Что Вам Лучше Пить Либо Там Фрукты Либо Там Вот эти Овощи Либо Там Кисломолочное Либо Там Еще Что-то Там Такое Что бы Я еще Хотел Сказать Это То Что Лучше Знаете Вот Пить Не Или Грубо говоря Вначале Ну Пускай Вначале Вы выпили Свежего Сока Через Соковыжималку Там Какой-то Минимум Будет Эти Клетчатки А Лучше В дальнейшем Делать Своеобразные Смузи То есть Вы на Блендере Это Все Перемеливаете И У вас Получается Вот такая Вот Смузи То есть Для того Чтобы Смотрите На первых Вот Первые Вторые Третьи Там Сутки Выхода Из Длительного Голода Организм Еще Как-то Ведет Себя Вполне Нормально А в дальнейшем В дальнейшем Он Начинает Уходить В сторону Ветра То есть В нем Возрастают Процессы Сухости И холода И для того Чтобы Вот эту Водичку Задержать А задерживает Ее в организме Вот эта вот Клетчатка Особенно Мягенькая Лучше бы Вот так Вот То есть Смузи Сделать Можно Конечно Смузи Там Как бы Сказать Сделать Такое Своеобразное Комбо Вот Нежная Клетчатка Она Сейчас Находится В абрикосах Абрикосы В чистом Виде Желательно Не использовать А зато Вы можете Использовать Так Допустим Ту же Мякоть Абрикос Вот Взяли Абрикос Косточку Там Вынули Мякоть Эту Там Бросили Штучки Там Две Три Абрикос Латук Где-то Примерно Такая Доза Ну И Примерно Такая Доза Допустим Морковки Там Свеженькая Такой И все Это Вы На Блендер Перекрутили И Используете То То есть Чтоб У вас Вот Эта Мягенькая Клеточка Была Все Такое Чтоб У вас Потихонечку Все Это Заполнялось Желудочно Кишечный Тракт И Потихонечку Он Начинал Работать И опять Таки Что касается Приемов Пищи Приемы Пищи Должны Быть Ну Как Вот Минимум Это Час Вот Разделите Час Доза Доза Опять Таки Должна Быть Ну Ну Хочется Сказать Полстаканчика Вот Этого Там Смузи Еще Чего То Там Но Полстаканчика Человек Проглотит И Не Заметит Ну Пусть Это Стаканчик Будет Но Через Час Вот Вот Это Перерывы Вы Выдерживаете Не Будьте На Кухне Не Будьте В Местах Где Вот Эти Все Эти Продукты Чтоб У вас Не Было Соблазна И Вообще Постарайтесь Вот Оторваться От Этой Пищи Умственно Оторваться Что вы Живете Так же Как и Нормально То есть Тайна Длительного Голодания Заключится В том Что вы Не Чувствуете Себя Ущербным Голодая Длительный Срок Что вы Просто Голодаете И Голодаете Ну Как И Нормально Живете Да Будет Слабость Да Будет Еще Что При этом Надо Делать Допустим Очистительные Клизмочки Там Все Такое Ходить Туда Сюда И Тогда Будет Какой-то Толк Вот Я Для Того Чтобы Отголодать 40 Суток Я Первые Примерно Наверное 20 С лишним Дней Я Уехал В Германию Ну Там Вызов Мне Был И Я Взял Вот Эту Кружку Эсмарха И Там Как раз И Голодал В гостинице Голодал Ничего Там Не ел Все Там Нормальное Никто Там Ничего Меня Там Особо Не Спрашивал А Потом Уже Когда Приехал Сюда Здесь Я Остальное Там Доголодал И Вот Этот Вот Все Это Записал 40 Дневное Значит Видео Постарайтесь Сделать Так Чтобы Вам Никто Не Мешал Никто Там Ничего Не Говорил И При этом Вы Не Чувствовали Какого-то Сожаления Настрой Должен Быть Такой Каждый Миг Проведенный На Голоде Делает Мой Организм Чище Здоровее Мощнее Вот Это Самое Вот Если Такая Установочка Будет Это Великолепно То Есть Никаких Паник Никаких Этих Самых Паники Могут Быть Скапливается Скапливается Как Быть Сказать Различные Там Шлак Или Еще Организм Подбудет Потом Только Хоп Их Выбрасывает Это Кризис Может Температура Подняться Может Там Вот Еще Что Такое Быть Какие Болевые Вещи Это Надо Тоже Понимать Для Того Чтобы Это Проходить И Тогда Вы Сможете Длительно Голодать Только Так На Выходе Вы Опять Таки Как Б Сказать Продолжаете Голодать Немножечко Там Принимаете Пищу Потому Что Если Вы Примерно Вот Вы 40 суток Если Отголодали И Грубо говоря 21 Суток Вы Будете Там Принимать Ну Сдерживая Себя Знаете Вот Чувство Голода Возникает А Вы Придерживаете Удовлетворяете Не Полностью И У 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 Себя Процесс Процесс Оздоровления Они Продолжаются То есть Их можно Сразу Залушить А Можно Продолжить Еще На 20 Дней И Дальше Потихонечку Там Увеличиваете Чтобы У Вас Вы Дисциплинировали Сами Себя Вы Дисциплинировали Собственное Чувство Вот Этого Голода И Выйдя Из Голода И Имея Уже Сжавшийся Желудок То есть Как он Сжался Да он Стал Просто Нормальным Сжался Его Можно Растянуть На пиве Вот так А можно Иметь Нормальный Так Вот Вы Как раз Нормальным Желудком Чтоб Его Не Растягивали Потому Что Вот Это Растяжение Желудка После Еды Чувствуется Что Вы Вроде Покушали Да Все Нормально А Примерно Через Час Чувствуете Что он Начинает Вас Поддавливать Это Как раз Говорит О том Что Вы Переели Чтоб Вы Вот Так Вот Себя Нормализовали Еще разок Я хочу Сказать Свежие Соки Особенно Сладкие Особенно Фруктовые Они Начинают Организм Подсушивать И Как Только У Вас Вот Смотрите Вначале Еще Скажем Может И Стул Быть Нормально После Вы Начинаете Выходить Буквально На следующий День На последующий День Нормальный Стол А потом Чувствуете Что-то Стула Нет Или Он Становится Как Козий Значит Берете Делаете Молочно-масляную Клизму Микроклизму Для того Чтобы Вот эту Сухость Убрать Принимаете Теплую Ванну Втираете В тело Оливка Масло Или Обычное Масло В противном Случае Все это Высохнет Это Страшное Дело Когда Выходя Из длительного Голодания Примерно Через Неделю Полторы У вас Организм Начинает Высыхать И он Перестает Работать Так Как Надо Он Перестает Нормально Усваивать Пищу Это Все Из-за Того Поэтому Для того Чтобы Ему Помочь И его Как бы Сказать Вот Это Напитать Водой Сохранить Воду Это Молочно-масляные Клизмы Это Теплые Прогревающие Ванны Это Массаж Естественно Спокойное Состояние И Наличие Мягкой Клетчатки В пище Много Не надо Вот Буквально Таки Если Брать Эти Абрикосы Это Ну Пускай От Трех До Пяти Абрикос В день Вот Этого Уже Будет Достаточно Чтоб Клетчатка Там Заработала Держала Воду Вот Все Такое Ага Вот Он Пишет Вопрос На Фрукты Фреши Не могу Смотреть Чтоб У вас Вот Такого Не Было Это Уже Организм Вам Сам Подсказывает Что Вы Уже Тут Перебрали Регирует На каждый Продукт Когда После Голода Идет Вот этот Перебор Он Уже То ему Противно Это ему Противно И Все Противно И на чем Тогда выходить Это Учтите Это Очень Важно Учтите Так Кстати А кисломолочка Кисломолочка Она же Держит Внутри Воду Организма Вот Вот еще Плюс Какой Интересненький А если Кисломолочке Сделаете Смузи Ну допустим Грубо говоря Берете Стакан Того же Кислого Молока Туда Пару Абрикос Естественно Косточки Вынимаете Все это Перемололи И потихонечку Выпили То есть У вас будет Организм И держать Воду И клетчатка Будет И на клетчатке Начнут Размножаться Полезные Там Бактерии То что Надо А не то Что на Вот этих Соках Как правило Перебор Этих Соков Идет Мы Мы не можем Контролировать То количество Соков Которое Нам надо И в результате Возникает Что мы Перепиваем И на них Уже Размножаются Разного рода Другие Бактерии Которые Уже Ведут себя Так как Им Заблагорассудится И портят нам Здоровье Так что Насчет Кисломолочки Сказал Да Сварить Суп Из проросшего Зерна С овощами Вот Сварить Суп Из проросшего Зерна С овощами Вот это Вот это Желательно Быть делать Дни Через Пятнадцать Вот На этих Смузи Там Как я вам Там Рассказывал А потом Уже Можно Захочется Что-то Тепленького Вы уже Можете Сварить Значит Вот этот Суп С овощами И При этом Проросшее Зерно Оно Не варится Вместе С овощами В супе Оно Докладывается То есть Вы сварили Суп У вас Уже Все это Готово А туда Только Раз Жменька Вот этих Проросшей Пшенички Ну Что бы я вам Хотел сказать Вот Такой Суп Особенно С проросшей Пшеницей Он вам Потребуется Если вы 40 суток Голодали Он вам Потребуется Именно Вот через 40 дней Восстановления Организм Вернее Вам сам Подскажет Вот только Вареное Что-то Начинает Поступать В организм Организм Очень Неблагоприятно Реагирует На Это На эти Вареные Продукты Как будто Вы ему Дали Знаете Какого-то Там Пинка Такого Оскорбили Унизили Вот Вот такое Чувство Будет Вы Почувствуйте Это Все Вначале Чтобы Продлить Вот эти Все Процессы Вы Используете Чистенькую Воду Та вода Я не говорю Обязательно На это Та вода Которая Вода Мне Лично Вот Это Вот Идет Я Знаете Из Многих Вод Которые Я тут Пил И пью Именно Вот Это Мне Пошла Вы Даже Можете На выходе Из голода Но На выходе Из голода Не особо Желательно Лучше всего Вот Когда Вы Будете Голодать Суток Двадцать Там Больше Там Меньше Раньше Как-то Такие Большие Сроки Мало Кто Голодал А Сейчас Тут Столько Смелых Людей Голодает И так Далее Вы Можете Еще раз Хочу Сказать Используя Талую Воду Вы Можете Еще Более Капитально Почистить Свой Организм На Уровне Сосудистого Русла На Уровне Растворения В Почках В Мочевом Пузыре В Желчном Пузыре В Печени И еще Где-то Предстательной Железе И так Далее То есть Вы можете Такие Вот Вещи Сделать Первую Неделю После Выхода Сорокосуточного Голодания Держитесь От Пищи Подальше Вот Держитесь Подальше Взяли Там Съели Вот Сколько Надо И все Через Час Или еще Что-то Давай Кушайте Как Только Вы Начнете Вот Это Вот Туда Забрасывать У вас Этот Процесс Станет Неконтролируемым И Грубо говоря Организм Остановится Остановится Из-за Того Что Он Просто Не Сможет Переваривать Такое Большое Количество Пищи Это Так Называемый Процесс Жор Работ Перевозбуждение Ветра Поэтому Я Вам Так Примерно Сказал Что Как Делать Хотя Это Там И Описано И Будет Все Нормально То есть Никакого Перебарщивания Но Вот Примерно Что Я Вам Хотел Сказать Я Благодарю Вас За то Что Вы Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На Поддержание Канала И Всегда Оценивайте Мои Видосики Если Они Вам Понравились А Тем Более Приносят Пульс Примерно Эти Благотворительность